Здравствуйте, дорогие мои! Это видео будет, видимо, о начале моего первого фиаско в ПВЕ с момента, как я вернулся в World of Warcraft С положительного начнём, так сказать, чтобы совсем не унывать Смотрите, какую мне дали буквально вчера Blizzard-ачивку Наконец-то прошёл месяц с завершения предыдущего сезона И... Ну, это на самом деле очень круто То есть, если прям честно, я вообще не думал, что я это смогу сделать И плюс 5000 долларов тоже приятно Но это всё в прошлом В этом сезоне вы проголосовали, чтобы я играл за мага И моей целью было просто человенько играть Ну, потому что после Мифик Плюсы, типа, вошёл в 0,1% Такой гигачат, типа, выходит, так я себя представлял В любую гильдию, потому что я не хотел в сильную какую-то гильдию, да, знаете, там Топ, даже тысяча по миру, может быть, меня устраивало бы Просто кромку взять, три дня рейдить, не напрягаться особо Найти гильдию, надеюсь, на будущее Многие долгие дополнения И, казалось бы, что может пойти не так Мак, это ДД-класс, с тремя спеками Один из спеков всегда тащит Вот буквально в прошлом сезоне Фаермак был одним из двух вообще классов спеков Во всей игре, которые играли в Мифик Плюсах Ой, б***ь, это я что включил? Ой, б***ь, не та кнопка Ладно Я понял, в чём проблема Так, Q Б Я уже нажал? Ээээ Ч... Четыре Чё может пойти не так? Пептар может начать играть на магии, судя по всему С Рогой это та же самая была история, напомню Вот такая у нас статистика сейчас в рейдах, которые меня интересуют Ну, в принципе, в Мифик Плюсах примерно такая же По дамагу Практически у каждого ДД-класса в игре есть ДД-спек выше, чем все три спека дамагерских мага сразу То есть, типа, вы можете, допустим, вот на воине играть, да? Но просто спекаетесь в другого воина и начинаете дамажить Больше, чем маг А у мага все три на дне Приятно И это уже статистика после того, как Близзард занерфили самые топовые классы Что с этим совсем делать? Друзья, я вам уже рассказывал, что вы можете выиграть тайм-карты, если посмотрите эту интеграцию целиком Я вам уже рассказывал про магазин lepkov.shop Вы там можете купить главным образом, например, тайм-карту для World of Warcraft А также все остальное, что только может пожелать ваша душа для того, чтобы играть в игры Близзард Кроме того, вы это можете сделать с хорошей ценой И еще более хорошей эта цена становится, если вы воспользуетесь промокодом PIPTAR И получите дополнительную скидочку 3% Все официально, есть и П, и чеки, и всякое такое Вот это все, как бы, можете посмотреть, подтвердить Но вообще, мне уже даже зрители в комментариях писали вот после предыдущей интеграции Что да, мы покупали вот у lepkov.shop Это еще тогда, по-моему, если не ошибаюсь, был на Авито Потом как раз они сделали свой магазин И вот теперь, когда у них есть свой магазин Вы можете моментально, инстантно получать все тайм-карты Ну, коды, собственно, да, которые вы покупаете Просто покупаете, и сразу 24 на 7 Инстантная доставка Вы его активируете, сидите, улыбаетесь Играете там в сезон мастерства новый В Dragonflight Во все, во что угодно Ссылочка в описании Промокод PIPTAR Скидка 3% Не забываем А, кстати, про разыгрыш тайм-карт Да, как раз таки, если вы перейдете по ссылке в описании Вы сможете поучаствовать в этом розыгрыше Первый розыгрыш 9 декабря И будут, ну, по секрету, вроде как мне сказали Будут еще розыгрыши Так что, переходите Может быть, ничего и покупать не надо Просто фигак Выиграли И радуйтесь К магам В прошлой серии я рассказывал, что учусь играть на Firemag Это довольно сложный спект Зависимо от проков У тебя там прок И ты такой Камбурс Просто надо прыгать туда-сюда Значит, ротацию правильно прожимать Четко Довольно сложный спект И прям круто начать играть Сложно Но, как минимум, хочется выдавать вроде как синие логи Да? Ну, если ты, опять же, такой вот Гигачат Ты же учишься быстро играть Там логи Посмотрел Кнопки знаешь, как нажимать Но Как бы я ни пытался У меня на Firemag Были серые логи Не, ладно, хорошо Я прям очень сильно постарался Они стали зелеными И всякие бичуганы из чата Мне постоянно советовали спектнуться в Arkan Mag Потому что Arkan Mag Стал метой За то время, что я учился играть на Fire И вот, очевидно, у него будет больше дамага Но я в этом не видел никакого смысла Потому что у меня серо-зеленые логи И, типа, с одного сложного спека Пересаживаться на Arkan Mag Который считается вообще самым сложным спеком в игре Внезапно Пересаживаться вот на этого Arkan Mag И там заново учиться нажимать кнопки Ну, я должен научиться просто сначала синие и фиолетовые логи Хотя бы на Fire И выдавать уже будет, типа, ситуация лучше Дамаг какой-то пойдет, да? Я нашел себе гильдию Называлась Firefly Так давно на них поглядывал У них не слишком затротский сильный прогресс При этом вроде челово весело По три дня в неделю они рейдят Нормально там боссов убивают Но в основной состав рейдов я не попадал Потому что у них были как-то свои магии И мне там сказали, там, ротация туда-сюда Но сначала нам нужно закрыть основной контент И меня в итоге даже в героик на первой неделе не взяли А на второй неделе я уже героик сам закрыл с рандомами фул Неплохое, кстати, достижение на самом деле Убить последнего босса-геройка с рандомами на второй неделе Типа, потом меня как бы хотели взять Ну, в общем, я попадал там только во второй рейд И в этом не было буквально никакого смысла Плюс по разным статистикам Было видно, что магов становится все меньше и меньше в рейдах И как бы в Firefly, может, и был бы для меня слот Но после того, как в принципе остался один слот для мага в рейде Для мага, который будет бафать интеллект Шансов у меня практически не осталось Но зато я изучил свои логи прям подробно Вот мне там продолжали писать, чтобы я спекнулся в аркан мага И оказалось, что на самом деле, если брать продолжительность Когда идешь с рандомами, бой достаточно долгий А я, естественно, играю только в героики Потому что в мифик меня никто не берет Типа, у меня просто нет гильдии Я хожу просто в героик с рандомами И рандомы убивают долго босса И чем дольше идет бой, тем меньше ДПС у Firemaga А у тех Firemag'ов, которые там даже с синими логами У них бой идет сильно короче И когда я сортировал по своему айтем-левелу И по длительности боя Примерной, которая у меня была Именно длительность боя, да Оказалось, что у меня одни из самых лучших логов вообще Ну там, в принципе, таких магов было не очень много Но опять же, да, вот те, кто с рандомами только ходят Я такой сижу и думаю Ну, может, у меня логи серые и зеленые Но и да, есть вот без сомнения маги, которые лучше, чем у меня показывают Но я ж не могу стать идеальным У меня и цели-то такой не было Поэтому оказалось, что бичуганы из чата абсолютно правы И нужно спекаться в Аркана И на каком бы ДД спеке вы не играли Спекнувшись в Аркана, вы проходите несколько стадий Мне еще пишут, типа, Пеп, ты же всегда был на хеле Да, как бы, но я еще играл на роги, на шутупристе немножко поиграл Вот буквально в предыдущем сезоне я хотя бы разобрался И те стадии, что на Аркане я не проходил Первые 4 часа я просто читал гайд и пытался осознать, как все это работает И я буквально чуть не блеванул То есть у меня начало тошнить Вот представьте, вы прям напряженно сидите там на какой-нибудь контрольной, я не знаю, на экзамене И такие И 4 часа этим занимаетесь Все, я прочитал, вроде такой все плюс-минус там кнопки расставил Как их нажимать получше И весь чатик сидит, такой, Пептар, когда уже пойдем дамажить? В манекен, пульни в манекен, Пептар, мы хотим, чтобы ты пульнул И я такой, не, ребята, сори Мне стало так плохо Я выключил стрим Лежал полтора часа просто на кровати вот так вот После того, как учился играть на Аркан Магии Я не знаю, что со мной было Такого никогда не было Ну, то есть, я понимаю, старость, давление, как бы Я толстый там, я не знаю, проблемы со здоровьем, наверное, какие-то Но такого раньше не было никогда Только Аркан мне до этого довел Следующий стрим 4 часа я настраивал интерфейс Викауры, там, какие проки Че нужно, когда нажимать Когда там макросы писать Чтобы у тебя одновременно последовательность коста пропить Я даже не знал, что такое еще существует в World of Warcraft'е Я думал, Blizzard это пофиксили И мне говорят написать этот макрос на последовательность коста А я такой, отъебитесь, это глупости какие-то последовательности костов Че я вам, овощ какой-то с этими макросами Ну, оказалось, что без этого просто нельзя играть на Аркан Магии, понимаете? О, вот это, Незер, Незер Это значит, че надо костовать Аркан Бласт еще Так, окей Да... Слушайте, ну... В первый раз в своей жизни Я знаете, что скажу? Что надо было потренироваться на манекене, походу И после вот этого всего Ты такой начинаешь учиться уже, начинаешь учить ротацию И думаешь, вот почему Аркан Маг считается очень сложным Просто, ну, сложно все запомнить, разобраться Но на самом деле это не сложно То есть, реально, вот сейчас я могу в любой момент Вот мне дай бой Вот бой Аркан Мага с боссом И я скажу, что сейчас нажимать Когда вот че, все, уже привык, научился Здорово Ооо, я не знаю, две цели Господи, я не знаю, что жать вообще Я не знаю, я забыл Я не знаю, это та ротация Да Я не хочу Че потом? Так, вешаем эту штуку Тихо, не туда повесил, похуй Вешаем большую Нет, это не пусто Это не будем вешать Камень, господи, у меня еще камень есть И тут наступает следующая стадия Стадия осознания того Почему маги, люди, играющие на магах Реально считают Аркан Спект душным И отстойным И говеным А еще это стадия нытья Пептара Приготовьтесь Сейчас будет кайф Я ушел из гильдии Firefly Ну, потому что я рейдил не с ними, а с рандомами И вступил в гильдию Сад Теней Мне сказали Место для мага у нас есть Тем более ты Аркан Все круто Мы вот как раз искали Аркан Мага Покажи, как ты дамажишь Я показал, как я дамажив Я по логам соревновался с магами Которые умерли посередине боя CTR Power пишет Какой же ты вальнок Так, CTR Power Значит, давай Ты делаешь нам демонстрацию экрана И час через час Прожимаешь правильно Ротацию на Аркан Маге В течение трех минут По рукам Если ты это делаешь Я даю тебе тысячу рублей В чем проблема Аркан Мага? Проблема Аркан Мага в том, что Весь его дамаг Очень сильно завязан На бурстах Именно которые ты прожимаешь Там есть большой бурст И маленький бурст И бурст Это не просто Ты нажал кнопку И начал больше дамажить Это определенная Последовательность Прожатых кнопок Пяти Ну или четырех Ну там, как посмотреть Ты их должен В определенный тайминг Относительно друг друга Нажать И потом еще там Прожать поушины Когда-то это должно Состыковаться с Бладластом Когда-то у тебя еще Тринкет, конечно Которые прожимаются Куда без этого И еще там дополнительные Всякие кнопки И еще бафы Которые было бы неплохо Если бы на тебе прокнули И вот это вот все Должно совместиться вместе И если ты ошибаешься В каких-то ключевых моментах Из этих Причем этих ключевых моментов До хера То, ну в принципе Можно все Можно уже как бы Выключить World of Warcraft И уйти Потом вернуться И твой дамаг Особо не изменится Ты уже все Нихуя не надамажил Все равно там Где-то Ну выше танков Одна ошибка К этому приводит Но спрашивать Как успехи Когда я Я около манекена стою Как у меня успехи На твой взгляд Я стою около манекена Это как прийти В больницу К человеку Он лежит такой На койке И у него Ну че Как это Чувствуешь себя Пойдешь сегодня бегать Нет Я в больнице И опять же Кажется Мне пишут Пеп Ну иди там На манекенах Потренируйся Как кнопки нажимать Ну я уже неплохо Нажимаю кнопки Понимаете В чем проблема Это все Вот эта вся история Она завязана На таймингах босса Типа когда босс Позволяет тебе Выдать этот бурст Или когда Естественно Когда рейд Сдает бэл А рейд сдаёт бэл Не тогда Когда тебе хотелось бы И ты можешь стоять Спокойно кастовать А когда происходит Какая нибудь ебень И тебе вообще Сейчас неудобно Кастовать И там надо еще бегать Собирать какие нибудь Шарики Или там Какие нибудь Мобы разбежались В разные стороны И ты там между ними Прыгаешь сука Ты же не можешь Кастовать на бегу Ну ты можешь Кастовать на бегу Но недолго В общем Если коротко Я никогда не чувствовал Себя хуже Честно Вот блять Просто То есть Когда меня там Какой нибудь Монвис Разбежал По ДПС По хиллу Там у него и шмот Было всякое такое Но Тринкет Какой-то ебан Пойми Когда еще Я и так не знаю Когда что нажимать Еще этот тринкет Саны Просто Говной Какое-то И в этот момент Ты начинаешь осознавать Что Аркан Маги Это настоящий Кал World of Warcraft Потому что Ты не можешь просто Прийти на босса И тактику заучить Ну типа Его допустим Танк там сдвинет Чуть-чуть в сторону В тот момент Вот когда ты кастуешь Хуйню Да Обычно Если бы ты был Просто новичок Пришел только на босса Танк решил подвинуть Там его Или босс Прыгнул Сделал какую-то механику И ты нажимаешь Как раз в этот момент Эту хуйню Которую ты должен Нажать в этот момент И тебя чуть-чуть Что-то сбивает И все Все До свидания Твой урон Выше танков Это твой минимум Это твой максимум Ничего уже не изменится Это Ощущение Конца Ну естественно Конечно Если бы я был Каким-то чуваком Который играл на Аркан Маги Там годы Я бы это лучше отыгрывал В чем заключается Игра на Аркан Маги Ты просто Играешь на боссе Вообще Там абсолютно Ничего не выдаешь Идешь на ютуб И ищешь там Как какой-то сильный Аркан Маг Отыгрывает эти места Конкретно на этом боссе Конкретно с этими Таймингами Кстати о том Когда сдаются Какие брусты Смотрите О наличии Какого сайта Я узнал Тут есть Прям вот Для Аркан Магов Специально Когда чё прожимается Какие маги чё Где как прожимают Ты вот смотришь Где у тебя рейд Да жмёт Ну если ты знаешь Когда у тебя рейд Жмёт Белл допустим И относительно этого Как ты пытаешься Строить свою игру Запоминаешь все эти таймги У тебя всё равно Конечно нихуя не получается Потому что Какая-то механика Которую ты ещё не знал Происходит Ну там тупо Под ногами лужи появляются Или тебе там надо Что-то забайтить Ещё что-то И ты идёшь на ютуб Смотришь как Аркан Маги Там этот момент Отыгрывает Ты такой Ага Понятно Ну а потом Начинаешь учиться То есть Сука На Аркан Маги Даже босс в героике Для тебя на самом деле Становится большой проблемой Поначалу По крайней мере И чтобы начать Выдавать какой-то там Синие логи В героике У меня теперь такие Да Я просто Взял 10 рандомных рейдов И по очереди На одного и того же босса Зашёл Убили босса Они там дальше пошли Я леваю Нахожу следующий рейд На этого же босса Захожу Снова всё то же самое Ну это героик А в мифике Собственно тоже Было бы неплохо Повайпаться Но меня не берут Потому что в мифике Мой дамаг Просто в помойке Пацаны Я не испытывал Никогда Такого тильта Ну наверное Когда в пвп играл Реально Вот в пве Всегда меня как-то Что-то поддерживало Я такой Ничего 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 Сейчас разберёмся Очень плохо У меня всё получается Но в пве Буквально ты Вот ты на мифик босса Пришёл с гильдией Да Они его уже убили Тебя не взяли На трай На трай босса Они видели У тебя серые логи Нахуй им тебя брать Они тебя взяли На зафармленного босса И ты такой Это мой единственный шанс И там какую-нибудь Кнопочку криво прожимаешь Всё Конец Это как будто бы У вас должен был быть Секс с Сэмой Уотсон И у вас член не встал Но Вы же знаете что Ну случается иногда Ну камон Тем не менее За полторы-две недели Что я играю на Арканмагии У меня конечно Огромный прогресс И он продолжается Я сам впечатлён Всегда сука так работает Всегда получается делать прогресс Но Я просто в мёртвой петле Чтобы действительно Хорошие логи выдавать Мне надо попадать в мификрейт Чтобы попадать в мификрейт Мне надо выдавать хорошие логи И современные гильдии Допустим моя Та же самая гильдия Они просто предпочитают Не брать магов Сейчас в рейд А зачем им эти пичуганы Которые там серые логи Выдают Что-то с ними вайпаться Непонятно будет Он дамагать не будет Это я про себя говорю То есть я бы Будучи РЛом Я бы так и думал Ну баф интеллекта Конечно приятно Но Как-нибудь там это самое И моя гильдия Тупо ходит без мага Вроде как в такой ситуации Вот на монахе Когда я был хилом Я как раз делал шаг назад Чуть-чуть к более слабой гильдии Переходил И гильдии Которые просто Нужен хиллера Они ищут любого хиллера Ну монаха ладно А потом ты вроде как подружился Они поняли Что ты адекватный И уже ты с ними Играешь на постоянке Но Во-первых Во всех гильдиях есть маги Я просмотрел буквально все Гильдии Ревущего Фьорда Ну Обычно магов больше чем один Теперь остался один слот в рейде И маги особо Типа не нужны никому Я не хочу уходить из текущей гильдии Они вроде как Веселые и прикольные ребята Но я естественно Я так просмотрел Как бы вариантики Они в принципе Отсутствуют И может быть я конечно И получу кромку в этом сезоне Господи Кто мог подумать Что у меня После того как я вошел в 0.1% Мифик плюсов Будут проблемы с кромкой Опасения вернее Я сомневаюсь Что меня возьмут на трае Просто босса А я не считаю Ну типа Если ты не был на траях И просто гильдию убила А потом ты пришел Ну я вообще это не считаю Типа за вов За освоение За какое-то Это не является прогрессом Для меня Меня просто вагонят Вот вы шутили кучу времени Ну не вы А там Часть аудитории Считала что меня вагонят Потому что я стример И так ни разу не было Потому что я был на траях Я типа хилил Если бы я этого не делал То Типа и не было бы ничего Если бы я не выдавал нормальные логи Нормальные результаты Не отыгрывал тактику Меня никогда не вагонили Ну там За исключением Каких-то маленьких моментов Да Типа понятно Что можно обосраться И за тебя это исправят Более скилловые ребята Например Но сейчас меня вагонят Меня буквально Ну ладно Возьмем его Вот на этого еще босс Тут как бы пофиг Уже Стерые логи Танки Надамагивают наши побольше Чуть-чуть Выдадут ДПС Компенсируют этого бичугана Убьем босса за него Я сейчас каждую ночь Хожу с рандомами Учусь дамажить в героике Повторюсь Результат огромный Но как написал кто-то в чате И мне очень понравилась Эта аналогия По-моему Это тот сезон аниме Где главный герой проигрывает Всем спасибо за внимание Спасибо Бихили Дзоду Спасибо всем подписчикам На Бусти и Патреоне В конце я вам Ой я знаю что вам покажу в конце Подписывайтесь кстати на канал пожалуйста Ну это типа важно правда Подписываться на канал Я правда Надо это где-то в начало вставить Просто подписаться Смотрите какая у меня штука А тут водичка плещется Видите Кто знает что это такое Пишите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok